всем привет дорогие друзья ну что начинаю новый влог в нашем с вами любимом формате день со мной во первых хочу сказать что судя по просмотрам вашим комментариям это действительно ваш самый любимый формат и мне безумно приятно потому что когда я задумывалась о том чтобы попробовать вообще выпустить такое видео мне казалось что это может быть скучно неинтересно так как моя жизнь очень яркая насыщенная я люблю снимать все свои вот эти вот передвижения а тут просто какой-то только знаете более спокойный формат без какого-либо движа но мне было так приятно что именно такой формат вам зашел больше и поэтому я всегда его снимаю с большим удовольствием снимать мне его почему-то больше всего нравится мне в какой-то выходной день когда вокруг меньше отвлекающих моментов когда более спокойная атмосфера и поэтому сегодня воскресенье я хочу написать для вас новое такое видео судя по предыдущим кадрам я думаю вы поняли что у меня была практика кундалини йоги я заканчиваю еще один марафон с наташей гуляевой и я говорила что я с февраля месяца каждый месяц прохожу это 10 дневный марафон и это такой для меня очень классный и поддерживающий инструмент после конечно же спорт потому что спорт это то что подзаряжает дает энергию помогает мне чувствовать свое тело лучше в принципе у меня в планах как я уже говорила не покупать абонемент спортивный зал заниматься дома плюс два либо иногда три раза в неделю у меня индивидуальная тренировка по пилатусу с тренером который достаточно часто показываю сейчас у нас середина октября сегодня 20 число и вы знаете остается две недели буквально дальше начинаются два таких самых горячих рабочих месяца не только мне кажется в моей индустрии но и в принципе у всех потому что предновогодняя гонка она ощущается каждым сто процентов и глядя вообще кстати на расписание этого октября и прошлого октября давайте я наверное присяду чтобы было комфортней глядя расписание вот текущего октября и прошлого октября мы недавно с моим менеджером с Ириной просто проанализировали поняли что этот октябрь куда насыщеннее куда загруженнее чем предыдущий нами было принято решение вообще знаете сфокусироваться на самом важном не распыляться на тысячи проектов потому что действительно конечно хочется успеть как говорится все но все все равно не успеть надо не сойти с ума под новым годом под новый год самое главное да и войти в новый год с прекрасным ощущением знаете самоудовлетворенности поэтому мы приняли решение расформировать наше расписание таким образом чтобы мы успевали то что нам действительно хочется сделать сделать это качественно сделать это круто потому что для меня всегда очень важен результат это правда если результат меня не устраивает я буду переделать я не знаю переснимать этого момента пока не пойму что вот это то как мне надо и кстати хотела рассказать вам такую важную новость потому что кто знает меня кто знает меня давно кто принимал участие в моих проектах знают что каждый год перед новым годом уже на протяжении пяти лет мы проводим предновогодний такой beauty марафон в онлайн формате я этот формат еще начала делать когда вообще никто такого не делал мне кажется в году в девятнадцатом восемь не восемнадцатом в девятнадцатом наверное первый такой проект мы провели их тогда действительно было очень мало почему вообще тогда начала это делать потому что я тогда достаточно много обучала в екатеринбурге правее приезжал в москву с курсами понимала что очень много запросов вообще из разных городов из разных стран но так хочется с этими людьми контактировать так хочется делиться знаниями так хочется как-то вот объединять людей в какую-то такую beauty команду вокруг себя и и тогда я как раз таки начинала проводить такие проекты и вот из года в год мы их проводим перед новым годом погружаемся все вместе с девчонками такую новогоднюю атмосферу красоты блесток шампанского но в этом году когда я задумывалась о том что пора уже начинать работу я поняла что если мы начинаем проект то тогда мне кажется у меня есть просто такая большая вероятность под новый год сгореть как спичка не поймите мне неправильно просто я во первых наш предыдущий проект мы сделали очень круто очень масштабно очень громко ярко и качественно и он закончился буквально вот чуть больше месяца назад следующий проект мне конечно же хочется делать на ступеньку хотя бы выше потому что как я и говорила для меня очень важно чтобы во первых результат был крутой а во-вторых из года в год от проекта мы всегда стараемся давать какие-то улучшения какие-то нововведения то чтобы проект ощущался еще более качественно и когда мы задумались о том что ну вот надо что-то делать пора забраться за работу я поняла что у меня не хватит моральных сил сделать новый новогодний проект настолько же крутым ярким масштабным как мы сделали летний а летний мы делали очень долго и было предложено действительно очень много сил у него очень много времени очень много любви и я подумала что не стоит делать лишь бы сделать лучше взять сейчас паузу сосредоточиться немного на другом и в будущем встретиться уже красиво ярко масштабно и возможно это будет не проект а что-то более глобальное обо всем буду потихонечку рассказывать есть много сейчас таких моментов таких проектов таких рабочих процессов которых я пока не могу рассказывать но которые очень для меня важны и которые могут привести в будущем действительно к чему-то очень такому важному для меня и надеюсь не только для меня решил начать этот флог с таких важных немного грустных но важных новостей сегодня я хочу взять вас с собой в этот день и тоже поделиться несколькими новостями в общем надеюсь что видео будет для вас интересно я сейчас хочу сделать быстренько кофе пока надену патчи чередую патчи своего любимого даль вы вот с такими рейр парис перис эти я надеваю в те случаи когда мне нужно прямо знаете так быстренько подсветить и увлажнить кожу буквально здесь 15 минут потому что даль бы я люблю надевать в те случаи когда у меня есть хотя бы 30 минут времени чтобы поддержать их а лучше даже побольше именно поэтому я надеваю их с утра перед тренировкой по велатесу спускаюсь в паркинг и еду в патчах на тренировку вот сейчас воскресенье и мы наверное сможем сейчас по рекламе позавтракаем параллельно нам нужно выложить новое видео новый влог сегодня выйти на канал и что еще хочу сделать из важного я хочу сегодня во первых сделать маникюр очень важно а также перебрать свой верхний гардероб убрать какие-то плащи и тренч кожаные куртки пора бы да уже под конец октября это сделать и достать пухарики пальто и к шубы обувь перебрать потому что в принципе сезон уже очевидно сменился у меня все пока не доходили до этого руки вот так что такие планы видел какой-то сразу красивый стал тебе все на пользу не во вред не злись видите что осень пришла реально смотрите я думаю что на тапочки для вылсона в принципе этого хватит ну или панамку рубрика look of the day выходного дня я влюблю выходные дни девать что-то знаете такое бесформенное расслабленное либо спортивные костюмы либо например что-то наподобие сегодняшнего образа новые у меня джинсы появились это бренд nude story у них кстати недавно открылся бутик очень красивый в екатеринбурге я была на открытии и потом еще заглядывала смотрела для себя какие-то новинки в осенний гардероб и вот как раз таки эти джинсы я решила взять потому что мне кажется очень во-первых необычный красивый такой модный цвет невероятно красивая посадка на мне размер по моему xs и они как бы такие достаточно вот сырно свободные или это эска я уже не помню если честно дальше вот такой вот лонг вот бренда российского тоже майори очень классный бренд обратите внимание на него если вы любите оверсайз футболки какие-то вот такие вот стильные сливы у меня есть от них одна белая футболка с очень таким солнечным позитивным принтом мне кажется даже в каком-то влоге вам ее показывала и 2 вот с таким длинным рукавом в молочном таком сливочного масла бы сказал что это оттенок до лонг с со спортивным таким автомобильным принтом и хотел вам показать парфюм собственно я могу уже показывала и вот сегодня как раз таки нанесу его it's not a blue barrel и осталось выбрать сумку сумка у меня сюда пойдет либо мовыли посмотрите как она идеально сочетается с этими джинсами вот очень люблю эту форму вообще такая как бы форма изначально по моему бренда лоропьяно можно задуматься до покупки сумки лоропьяно если так нравится форму с другой стороны зачем если вот пожалуйста бренд мовыли потрясающие стильные красивые оттенки и форма очень оказалась удобная либо если мне понадобится взять ноутбук то как вариант вот такая вот сумка сейчас я застегну чтобы она была той самой красивой форме потому что это форма которая сейчас очень стала популярна благодаря баленсиага rodeo бэк который у меня есть но в размере поменьше и из кожи а это российский бренд сумка из натуральной замши в таком цвете не знаю капучино наверно да очень вместительная очень стильная очень на самом деле удобно и это с ней случайно просто выложил фотографию stories все спросили что это за сумка наш российский бренд все обязательно подпишу в общем вот ну и конечно что то она будет надеть сверху потому что у нас всего 5 градусов в общем я сегодня такой а-ля пацан есть у меня еще одна новость о которой я хотела вам рассказать и показать боже я не могу от этого цвета просто посмотрите как это красиво просто нереальный оттенок и сейчас вам все расскажу поподробнее наконец-то много места в машине можно даже назад убрать сумки в своем наверно весеннем влоге когда я вам рассказывал о том что мы сменили одну из наших машин другую на бмв я вам говорила о том что также на будущее хотелось бы наверно машину повыше знаете так скажем попрактичнее по универсальней потому что все-таки зима у нас настоящие снежные и сугробы бывают восьмерка она достаточно низкая такая объективно более спортивная машина поэтому мы долго думали что хотелось бы повыше ну и пришли к выводу что наш любимый бренд автомобилей походу это бмв вот на самом деле у меня всегда была мечта чтобы было ик 6 я еще помню себя лет 15 16 смотрела на эти машины мой боже какие некрасивые и что классно что с годами эти машины когда обновляются они все равно сохраняют этот вот свой стиль свой какой-то характер и в последнее время не часто попадались как раз таки эти автомобили знаете в таком матовом исполнении мне так нравилось мне кажется что вот матовая вот эта вот пленка на них она выглядит просто нереально круто потому что ик 6 на как раз таки вся такая линейная много каких-то изгибов и благодаря вот такому знаете оттенку можно это только все подчеркнуть и усилить и вот мне кажется как раз таки у нас это и получилось сделать меня кстати очень многие спрашивают когда я выкладываю stories в запрещенной социальной сети из машины елена что случилось с вашим мерседесом где же ваш мерседес я про это уже рассказывала во влоге наверно вот ну реально в марте в апреле потому что мы продали наш мерседес потому что поняли что не нравится эта машина не совсем она нам подходит и поменяли ее тогда на восьмерку вот но в пару к восьмерке хотелось что-то вот такое же знаете как я уже сказала универсальная и как мне кажется x6 супер универсальный автомобиль очень красивый и мне так нравится что у нас здесь есть вот этот панорамная крыша много воздуха в машине даже когда свои истории смотрю из восьмерки из этой машины сразу вижу что вообще они абсолютно разные ну и честно вам скажу мне конечно приятнее есть эти управлять вот такой высокой машинкой до идем в наше любимое место для завтрака ну как у нас два любимых места наверно гастроли и эспрессо сизон идем туда и вот вам мой лук наделась сегодня шерстяное пальто от чукс мне кажется последние денечки в такой одежде хожу потому что все уже ветер такой ледяной знаете пойдемте завтракать сегодня день каши сто лет я не ела овсянка с бананом с арахисовой пастой очень вкусно бам 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 красненькая красненькая цвет такой знаете серо синий но он изначально в оригинале такой темно-темно-темно-темно-синий немножко с примечью наверное серого асфальта такого мокрого точнее асфальта а благодаря этой матовой пленке мне кажется цвет выглядит супер сложным и очень красиво короче мне очень нравится и так получилось что у нас цвет салона здесь точно такой же как восьмерки я не могу открыть да короче очень красивое сочетание потому что черный салон мне кажется он такой скучновато выглядит у нас в мерседесе был черный салон там была такая супер как говорится жирная комплектация здесь тоже хорошая но салон при этом коричневый и как я уже сказала очень много места от этого воздуха и это конечно мне очень нравится я тут снимала только что рилз вот таким вот красивым образом если не хотите пропустить не забывайте подписываться на мои другие социальные сети ну а я традиционной распаковкой это посылка от российского бренда бай матю летом я просто не снимала их спортивный костюм также мне безумно нравились их платья и в пресс-туре сдать бы все в южной корее в сеуле я была в лимонном платье это тоже был бренд бай матю там по моему креативным директором сейчас если я не ошибаюсь ничего не путаю является александра кириенко и вот вместе получается коллаборация с этим брендом они разрабатывают коллекцию в общем я взяла на осень себе вот такой вот очень женственный у меня такого костюма вообще не было женственный костюм да значит вот такой вот приталенный жакет с увеличенными такими плечами и у него знаете такой материал то есть плотный как пальто практически и к нему же вот такая юбка мне кажется это очень красиво надо примерить и вы знаете у меня вообще вот такой длины юбок практически нет может быть одна я в прошлом году впервые купила себе в H&M лаковую такую черную юбку и у меня на следующей неделе будет мастер-класс и вот хочется знаете как это красиво так и женственно выглядеть и мне кажется вот этот вот костюм возможно подойдет это что-то очень красивое надеюсь у меня зубы не помали кстати я тут вам рассказываю вроде нет вот такая вот шубка шубка естественно из искусственного меха сейчас мы ее откроем так что у нас тут как это расстегивается и это попрошу мужа помог мы сделали это и расстегнули вот такой вот забавный получается у меня образ с этой лаковой юбкой достать сюда еще ботфорд и будет просто такие вот знаете 90 стайл но у нее такой красивый нежно-розовый оттенок мне кажется что с какими-нибудь брюками с джинсами это будет смотреться очень стильно очень мило ну и конечно же это эко вот этот мех это такой тренд у меня еще с прошлого года есть несколько шуб которые я люблю и как я и говорила сегодня надо их достать развесить убрать все верхние легкие какие-то куртки кожанки и на смену им приходят вот такие это конечно не на холодную зиму друзья то есть это надо понимать что это такой вариант для того чтобы стилизовать как-то ваш образ добавить ему какого-то настроения но мне кажется что такая вещь имеет место быть в гардеробе напишите пожалуйста как вам на мне сегодня топ от российского бренда акте заказывала я его мне кажется еще когда была на Бали вот это вот брошь так скажем этот аксессуар он снимается вы можете носить этот топ без него либо же как я например добавить его в качестве такого аксессуара юбка она мне от бренда Zara я ее обожаю покупала ее на распродаже еще в Екатеринбурге мне кажется за 2000 рублей и вы знаете это одна из моих самых любимых юбок она очень нарядно смотрится она классно сочетается со многими верхами я люблю ее в общем как-то вот миксовать и надевать на какие-то мероприятия но вот сегодня мне дело чтобы снять в ней рилс делала пучок при помощи стика эренко расчески которую я вам уже показывала в предыдущих влогах с Бали ресницы у меня не накрашены это сейчас такой знаете супер главный тренд когда голые глаза и акцент на губах так что берите на заметку как вариант осеннего макияжа ну а я сняла с этим видео смонтирую надеюсь что скоро выложу у меня конечно же не удержался примерил весь этот образ и пока я его примеряла друзья если что это не я его туда засунула это просто он по своей воле да вот туда залез тебе нормально там? не вздохнешься? мне кажется удобно ну ладно не будем отвлекать его границы нужно уважать да? пусть и кошачьи я в общем не успела отгладить этот костюм просто сразу же его примерила на мне размер XS давайте я вам покажу сначала просто костюм вот посмотрите как красиво смотрится этот приталенный пиджак с такой как бы басочкой мне кажется что на осень на какой-то выход может быть в театр это очень стильный вариант а я сейчас задумалась о том чтобы надеть этот комплект как раз таки на свой мастер-класс буду такая леди вот и собственно шубка мне тоже так понравилось как она смотрится вот здесь смотрите и по цветам да все идеально сочетается и по длине мне кажется она здесь тоже классно смотрится не меняем форму меняем только цвет и чуть-чуть я привыкла и цвет мне так понравился я не хотела доделать вот этот цвет потому что у меня есть легкое-легкое мерцание но Ксюша меня убедила и в итоге мне так он понравился даже я не знаю что делать в этот раз ну посмотрим но я считаю что вот на такой длине и на такой форме конечно лучше всего смотрятся вот такие нюдовые пастельные оттенки хотя честно вам признаюсь мне очень хочется вот что-нибудь вот такого сделать но не сейчас поэтому сейчас я выберу что-нибудь универсальное светлое и просто обновлю маникюр сейчас я знаю что в этот день буду ходить так везде маномикюр 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 посмотрите как красиво ну вот так такая вот длина теперь очень красивый цвет как он называется? димьюр? люксио димьюр да друзья сегодня я хотела бы познакомить вас с очень красивой осенней коллекцией от бренда Selfmade скажу сразу выбрать изделие мне было очень сложно потому что глаза просто разбегались но первое на что я обратила свое внимание это вот такой невероятно стильный уютный и что немаловажно в такой холодный сезон очень теплый костюм с юбкой в длине мини она на высокой талии вы можете поэтому регулировать в принципе посадку как вам будет комфортней и вот такой удлиненный оверсайз кардикан это изделие на сайте представлено в двух оттенках я для себя выбрала вот такой универсальный светло-серый мне кажется он идеально впишется в огромное количество мероприятий в осенне-зимний сезон можно так выбраться на завтрак с подружками можно так выбраться на свидание с мужем или отправиться даже на какое-то мероприятие можно добавлять сюда различные аксессуары и так скажем добавлять или убавлять нарядность конечно же осенью просто никуда без пальто в длине макси я такой фасон обожаю это универсальная такая как мне кажется длина которую можно классно сочетать и с каблуком и например с угами леггинсами или же с любой другой обувью ну и что касается оттенка вот этой вот серой полоски мне кажется это максимально универсальная история которая остается вне времени на протяжении уже долгих лет поэтому если вы находитесь в поисках красивого стильного варианта пальто а самое главное тепло потому что здесь составе шерсть обратите пожалуйста внимание на эту модель мне она показалась невероятно стильной и очень красивой не знаю как у вас у нас в Екатеринбурге уже давно наступили настоящие зимние холода поэтому я конечно же решила приобрести себе на холодный период теплый и уютный свитер нашла невероятно освежающий вариант как раз таки в бренде self-made мне безумно понравился этот лимонный оттенок что важно это действительно очень теплое изделие так как в составе идет шерсть альпака и оно при этом абсолютно не колючее потому что бывает огромное количество мне кажется свитеров которые так скажем некомфортно носить в холодный период этот же очень приятный к телу ну и повторюсь правда невероятно теплый в пару к этому свитеру я хочу вам показать универсальные брюки которые как мне кажется должны быть гардеробе абсолютно у каждой потому что это действительно вещь которую вы можете носить как и в повседневном гардеробе например со свитерами так и выходить с ними например в ресторан или на какое-то мероприятие добавив сверху блузку какой-нибудь корсет возможно или же носить костюмом с пиджаком который вам также сейчас обязательно продемонстрирую ну что смотрите какой идеальный пиджак как я и говорила он конечно же идеально сочетается с этими брюками потому что это единый костюм но если вы хотите более расслабленный образ то можно смело сочетать такой вариант пиджака как говорится с мужского плеча например с юбками или с джинсами и получать уже совсем другие по настроению образа ну и завершаем наш сегодняшний обзор бренда self-made вот таким ярким красным нарядным брючным костюмом мне кажется что в череде событий которые нас ждут в декабре это праздники корпоративы точно не обойтись без такого костюма во первых у него невероятно красивая форма у пиджака увеличенные плечи вообще в принципе увеличены рукава и что самое главное это вот такая вот приталенная силуэтная история в зоне талии мне кажется что этот вариант смотрится очень нарядно в то же время супер женственно поэтому это такой знаете мой фаворит сегодняшнего обзора ну и конечно же пишите в комментариях какой образ понравился вам а у меня еще для вас есть приятная новость специально для вас на сайте self-made будет действовать мой личный промокод богданович всю подробную информацию о сроках действия акции а также о скидке вы сможете найти в описании под этим роликом ну а я вам всем желаю приятных и конечно же красивых покупок у бренда self-made итак друзья ну что давайте немного разберем как я вам говорила зону где хранится моя верхняя одежда и уберем то что к сожалению в этом сезоне нам уже не пригодится одна из моих самых старых кстати кожаных курток которые которые я храню и не собираюсь не ничего делать потому что как мне кажется это универсальная классическая модель которая может быть сейчас выглядит немного устаревшими супер трендовый но это такая знаете классика и база бренд massima duty цвет camel вот мы ее убираем пальто чукс как будто бы можно оставить потому что вот вдруг будет еще все таки такая относительно теплая осень да в ноябре такой знаете формат пиджака но я обожаю это пальто потому что оно правда теплое оно универсальное и даже если вы надеваете какой-то спортивный лук вот даже как я сегодня выглядела оно как-то все это облагораживает и приводит так скажем форму поэтому я ему пока оставлю вот конечно бардак такой на фоне мучная нюрочка вот так оп так это мы оставляем пуховик я вам хотела показать пуховик который я взяла в present simple вот такой вот красный он легкий очень теплый и однозначно мой мастер на ближайшую зиму тоже мы его оставляем убираем еще одну кожаную куртку обожаю ее очень стильная очень модно очень классная я помню не было в ней в италии в милане заходила в различные бутики меня все консультанты спрашивали что это за дизайнер что это за куртка я горел это russian brand well design убираем тренч тренч от бренда тумут я его кстати ни разу не надела но он мне безумно нравится не знаю как-то тренчи в этом сезоне вот точнее этой весной прошли мимо меня но я думаю надеюсь что следующей весной я обязательно буду носить о боже мое одно из самых любимых пальто бренд ушатава она невероятно красивая у него очень классная длина естественно мы его оставляем и будем сейчас активнее носить убираем вот эту парку ракланова бренд парка такая нам уже не понадобится красное пальто теплое длинное очень такое прям знаете over over но мне кажется что это такая знаете база благодаря как раз таки форме благодаря длине ну а цвет просто добавляет настроение мы его тоже конечно же оставляем и какие-нибудь выходы или даже знаете серый спортивный костюм если очень часто говорю про спортивные костюмы но вот только надо его отгладить потому что у меня к сожалению длина вот этих вот шкафов не подразумевает настолько длинные изделия чтобы тут хранились так вот этот вот тренч более утепленный тумяровый тоже уходит так куртка рабочего остается это остается вот эти тренчики тоже все уходит опа love republic уходит нас а им клон тоже уходит пальто раз пальто пальто тренч есть у меня очень модный тренч очень правда модный ждет своего часа ждет своего выхода вот хочется мне прилететь в париж надеть его какие-нибудь туфельки такие знаете на маленьком каблучке женственные с вытянутым носиком вот этот тренч повязать его поясочком сумочка и все но может быть следующий весной бренд если что наш из екатеринбурга а ну-ка очень классный а теперь вперед за зимними куртками мы же сейчас искала некоторые изделия минут 20 перебрала все шкафы ходила по квартире понимала что у меня есть только одна зона где хранится вот эта вот сезонная одежда которую я из сезона сезона вменяю но ее там не было но в итоге открыла глаза пошире и нашла и так начинаем доставать зимние одеяния и начинаю я прям самых таких знаете максимально зимних и максимально теплых вот такая вот двухсторонняя шуба дубленка тигра да обожаю этот цвет просто обожаю эту посадку ну и собственно планирую зиму какие-то холода проводить именно в ней ну и конечно она очень эффектно смотрится и с каблуками и с сапогами и вот этот вот цвет холодный мне прямо очень нравится убираем у нас зима она может наступить вот очень неожиданно очень резко парка который знаете уже очень много лет бренд лапландия я покупала ее наверно в году в шестнадцатом но она мне так нравится мне кажется она такая классическая такая базовая я помню слушать что я ее покупала и для меня это были какие-то невероятно большие деньги когда я за нее платила я честно не могу вспомнить точную цену сначала мне показалось что покупал это около 50 тысяч рублей сейчас мне кажется может это было где-то 35 тысяч рублей но в любом случае для меня это была такая огромная сумма что я очень тяжело с не расставалась но понимала что нужно к это хорошая теплая зимняя вещь которая будет не служить долгие годы и как знаете воду глядел потому что вещь на самом деле классная теплая универсальная вот так вот не знаю пойти прогуляться по городу оделся потеплее пошел очень благодарю себя за то что тогда не пожалела денег и все-таки купила ее себе и вот так когда мы например просто хотим прогуляться или не знаю съездить куда-то на природу зимой я как правило надеваем на ее потому что вот она из-за длины видимо из-за утеплителя как-то теплее всего далее ну это так чисто декоративный эффект как говорится но имеет место быть шубка из ламы надо ее взбодрить немножко расчесать такая вот конечно не особо что греет но просто выглядит симпатично прочешем между по наставу 6 и будем носить так представляете я только подумала что мне нужно дубленка а я просто забыла что у меня есть дубленка это вот потому что я ее в простом сезоне не носила не так достаю бренд виктория моретти кстати тот же бренд что и шуба из теграда вот такая авиатор универсальная на самом деле уже можно спокойно смело в ней ходить потому что холодно ветер никакая конечно кожаная куртку уже не спасает такая ли знаете мужская и еще одна дубленочка тоже от российского бренда был дизайн у меня от них есть кожаные куртки вам показывал вот с клепками к примеру такая авто леди вариант потому что она очень тоненькая честно сказать не супер теплая но если вы ездите с рулем вам просто из паркинга в паркинг добежать или из паркинга в офис то в принципе нормально но честно вам скажу что мне не холодно если например мы говорим прям про такую зиму зиму а если вот сейчас то нормально просто надо понимать что у каждой вещи есть свой теперь температурный диапазон так убираем чехол мой пуховик который покупала в прошлом году сейчас знаете вот много таких встречаю это бренд дресс-бай стеша покупала его в москве взяла в таком универсальном бежевом цвете и мне очень нравится что он супер теплый плюс у него опять-таки до хорошая длина закрывает все что нужно девочки не забываем что все-таки здоровье превыше всего поэтому этот пуховик у нас идет в пару к моему красному то есть у меня есть такой вариант спортивный поярче и вариант более классический более универсальный ну мне кажется что по пуховикам мне будет их достаточно ну и заодно достану пуховик мужа его кстати надо в химчистку нам сдать да поешь пока сюда потом сдадим химчистку и на самом деле в идеале конечно же сделать то же самое с обувью но с обувью сложнее потому что все таки я например зимой несмотря на то что может лежать снег могу надеть кеды и быстренько добежать например там до офиса до какого-то ближайшего магазин там до аптеки поэтому мне нет такой прямо четко четкого разделения сезона в плане обуви но понятное дело что мне есть какие-то шлепки сандалии там все немножечко убираем но убираем до отпуска потому что все равно я думаю что в январе мы улетим куда-нибудь в тепло и поэтому далеко убирать не буду мне скоро все понадобится снова чтобы собирать чемоданы что касается того вот этого вот сего друзья я просто вам должна это показать вот эта вот гора который мне нужно будет сейчас разобрать который мне нужно будет сейчас убрать я стараюсь это все раскладывать вот в такие вот пыльники для верхней одежды и убираю я это все под кровать у нас такой вот механизм есть где поднимается кровать собственно там мы храним в таком вот положении всю верхнюю одежду не знаю правильно это или нет но к сожалению вот несмотря на то что вроде у нас много зон хранения но в этой зоне в зоне прихожей просто некуда это все складывать поэтому все это храним там и вообще я думаю что мне скоро времени нужно опять будет делать какой-то разгруз гардероба я очень много отдаю родственникам друзьям знакомым родственникам родственников в общем как правило вещи у меня конечно же не залеживаются но есть какие-то позиции это у меня телевизор вот иногда сам что-то там слышит сам включается но иногда я устраиваю таки а-ля гараж сейл последний раз я проводила его мне кажется весной а до этого вообще два года назад поэтому не знаю если хватит времени опять-таки ресурса и сил чтобы сделать гараж сейл то я его обязательно проведу и скорее всего выложу об этом информацию в свой телеграм-канал так что подписывайтесь либо в сториз запрещенной социальной сети в общем дам обязательно так скажем зеленый свет когда я это устрою но пока что ничего не обещаю я уже не одна тебя видно ну конечно это же камера она почти 360 снимает написано что яйца нужны деревенские деревенских нет есть только знаешь какие есть столичные ну и ладно деревенский что мы что у нас все городское к сожалению короче друзья что мы сегодня делаем мы решили продолжать нашу кулинарную рубрику в прошлый раз с ареной мы как-то готовили слойки с малиной или с вишней нет с вишней с вишней из двух ингредиентов тесто и малины и вишни точнее в этот раз мы идем так скажем дальше решили расти и развиваться в этом ладно арита умеет в этом расти и развиваться а я пока только учусь короче мы нашли расскажем да какой рецепт мы нашли рецепт запеканки мы будем делать запеканку творожную и я наткнулась на рил с ирины голомастин и где она рассказывала и показывала как она делает очень красивую творожную запеканку в духовке я не знаю получится у нас или нет но рецепт показался нам не сильно сложным поэтому решили попробовать самое смешное что мы абсолютно не профессионалы и мы решили весь рецепт изменить у нас от рецепта по сути только творог мука другая мука другая яйца тоже не деревенские сметана другаем сахар тоже сахара не будет что у нас без лактозная только потому что была вчера вот магазин сколько процентов 25 я взяла пожирнее сметана без лактозная а я 20 держи сколько яиц 3 яйца 3 яйца окей мука на глаз нам только так готовить на глаз мука на глаз окей на глаз так на глаз мука и вместо сахара у нас стиве стиве так у нас значит все это будет происходить в блендере ворк значит у нас творог 9% эрбитский я взяла при упаковке по 200 грамм ты мне сказала брать творожную массу ну да потому что как зерновой это творог другой насколько я знаю творожная масса она для всей выпечки вот как раз для сырников с ней удобно работать сырник что бы так захотела знаешь вот я вот думала как будто бы хочется приготовить опа итак дальше что у нас дальше так 3 яйца там хоть красиво да вау ну как красиво надеюсь это делается так и потом все в блендере запивается так дальше у нас сметана одна банка ну одна банка так одна банка а сколько там написано одна банка трехлитровая сметана густая сметана дальше мука на глаз а вот это как понять на глаз надо посмотреть у нее видео вкусненько нет у меня другой муки в доме поэтому на глаз нет давай посмотрим у нее как у нее потом будет масса выглядеть сахар она у нее вроде выливалась прям форму ну да ну я думаю хватит дальше сахар тоже на глаз но у нас нет у нас нет сахарной а у нас вот эта сахарная очень сахарная такая не очень слабая но этого мало на такую массу этого мало Надо еще на глаз Кстати, я вчера смотрю, что купила А что это такое? Не знаю, попробуем Там все нормально? Картинка пишется, да? Да Я думаю, достаточно С теми, что же, да И так сладко будет Сейчас все это взбить Не знаю, по муке Думаешь, еще надо? Давай попробуем взбить Вспомни, как работает эта техника Подожди Вот эту штуку, по-моему, нужно открепить Ладно, сейчас я не советую Так Ну давай, смотри Ну вот и закончили Готово Тут не вылетит, ничего? Вроде не нужно Так Встала, да? Да Пауэр? Пауэр Так, ну и теперь, как будто бы Нам нужно нажать на... Вот как будто это повернуть нужно Мощнее! Еще! Нам пюре надо Мне кажется, что нужно еще муки чуть-чуть Мне тоже так кажется Давай Муки надо еще Как будто бы она слишком жидкая, да? Да-да-да Давай попробуем смесь Хотя бы на сахар Пока Ммм, вкусненько Обычно на одну упаковку такого творога Делают стакан где-то муки А у нас тут Ну три упаковки Ну это ты где вот увидела? Ну когда я готовлю там Ну уже тогда да, что ты готовишь Куличи, например Я только куличи готовлю Раз в год Знаешь, нам нужно научиться готовить что-то сложное И потом этим как бы всю жизнь эпилировать Да, я вообще-то куличи готовлю А так у меня макароны перевариваются Подгорает яичница Что-то я куличи умею делать Слушай, как будто бы нормально Подожди, давай покажем Жиденько, жиденько Так оно и жиденько И в видео было А у меня вот чуть-чуть Вот как-то вот погуще заливалось Ну давай еще муки добавим Чуть-чуть Они были фаурами Каша, масса готова Давай, заливай Ой, мне кажется, идеально Ну вот так вот Слушай, прикольно, да? Вот я хочу, блин, научиться делать Стыд, блин Я не умею Не умеешь? Нет Это, кстати, легко Ну, мне кажется, легко Просто мы делаем за руля Так Время приготовления какое? Как ты думаешь, надо выставить? Давай поставим на 30 минут Там будем смотреть Поехали Работает? Вроде да Ждем Так Ну что, спустя почти 40 минут Ты посмотри Выглядит очень красиво И аппетитно Алина? Чуть-чуть там Такая дала Ну, суп свежая Ну, что делать? Сейчас мы с тобой Клубечку Сейчас он чуть остынет Мы ее достанем И будем пробовать Ну, классно Она очень красивая Она и пахнет Очень вкусно Чувствуешь? Блин Я своими руками это сделаю В общем, рецепт рабочий Так что сохраняйте Друзья Ой, и пробуйте Мне кажется, на завтрак Выходной день Это идеально Ну, у нас сегодня не завтрак Но обед Такой вот будет Ой, ну, надеюсь, что это получилось у нас Ну, ничего Есть над чем работать Ну, в принципе В принципе Ну, я слышу Ну, выгнуты оба Как тортик, да, Ряда? Да Ааа, ты посмотри на этот шедевр Боже Это идеальная консистенция Тарелочку? Да Ну, как красиво Как чизкей Что, пробуем? Да Давай так прям Это гореческие Реально? Ммм Мне кажется, что не хватает сахара А, мне нравится Ну да, надо сахар Либо какой-нибудь джем Сиропчик Что-нибудь такое Знаешь, что добавим? Вот, давай вот это вот Да, напоминаю Мы делали на оценной муке Вместо сахара у нас была стевия И я хочу попробовать еще раз В нормальном оригинальном рецепте С нормальным сахаром С обычной мукой Пшеничная же, да? Обычная мука Вот, и попробовать еще раз Мне кажется, что оно даже, может быть, поднимется выше Ну да Вот так, посмотрите, как в разрезе красиво смотрится Я горжусь нами Это очень красиво И вкусно Такой настоящий Осенний Что? Ну не пирог, но запеканка Хотела вам показать конфеты Которые вчера купила И это просто топ Соната Победа, моя любимая Без сахара Есть соната в формате таких вот Просто шоколадных конфет с начинкой А это именно с вафельной составляющей Очень-очень вкусно Моя самая любимая шоколадная конфета Это дрюфели Просто невероятно Ну что, мы с вами сделали большое дело Разобрали одежду И честно Я всю неделю думала о том Что надо будет это выходные сделать И вот сегодня воскресенье вечер Время Восьмой час И я это сделала Я, если честно, боялась Что мне просто не хватит на это времени И руки до этого не дойдут Либо я так сильно устану За неделю, что выходные Предпочитаю просто провести Это время как-то с пользой для себя Для расслабления Но, нет Я сделала И очень-очень себя сейчас за это благодарю Так Стакан воды И, кстати, хочу сказать Вроде банальная вещь Но Отслеживайте ли вы То количество воды Которую вы пьете в течение дня Потому что раньше Я вообще об этом не думала А тут Когда я делала очередной годовой чекап Я пришла к своему врачу Она посмотрела мои анализы И я не помню, какой это был точно показатель Но по нему было видно, что в моем организме Достаточно воды Даже было Ближе к верхней границе норм Какой-то был показатель Она сказала, что У тебя все прекрасно с холестерином У тебя все прекрасно С количеством белка потребляемого С количеством жиров потребляемых И с количеством воды И я подумала, вау, как здорово Когда ты вроде бы уже на ежедневной основе Так или иначе питаешься Не то, чтобы так или иначе А питаешься определенным образом У тебя есть уже какие-то привычки О которых ты даже не задумываешься И которые ты даже не отслеживаешь А потом ты приходишь к врачу Смотришь на свои результаты Тебе даже организм говорит То, что вот оно Вот, спасибо большое Ты делаешь мне это на пользу Ты делаешь нам это на пользу В общем, это очень здорово И что касается, кстати Вот этих вот чекапов годовых То действительно Я стараюсь Это никогда не пропускать Здоровье это очень важно И это самое главное Потому что без здоровья Вообще все остальное Мне кажется, не имеет никакого смысла Поэтому очень важно За этим следить Это поддерживать Вы также меня иногда спрашиваете Касательно витаминов Что я пью Но я считаю, что Не очень корректно этим делиться Потому что все-таки Я опираюсь Опять-таки на свои показатели И на рекомендации Моего врача Поэтому я принимаю Лишь только то В чем у меня есть Какой-то дефицит И сейчас Несмотря на то Что я вернулась с отпуска Когда я вернулась Как раз-таки Дала все свои показатели Я сейчас пью На постоянной основе железа И витамин D3 Омегу мне пить Как правило Врач говорит, не надо Потому что Во-первых, она подписывает на меня В моих социальных сетях И видит, что я ем И, соответственно Это все как раз-таки Отображается на моих показателях Что в плане Употребляемого количества Полезного жира Полезных жиров В этом плане Все хорошо Поэтому Кто вот мне говорит О том, что у вас в тарелке Иногда мне просто приходят Такие комментарии Что у вас в тарелке На завтрак Только один лишь жир Да, но это полезные жиры Их нельзя ни в коем случае Исключать Их нужно обязательно Вводить в свой рацион И не забывать о них Потому что Когда у меня был Период похудения Естественно Я экспериментировала С разными Какими-то дозировками Убирала То углеводы То жиры И поняла Что без жиров В женском организме Точно никак нельзя Потому что Сразу же ногти Ломаются Волосы летят Про женское здоровье Я в принципе Молчу Я думаю Все понимают Что это может Очень сильно пострадать Потом потребуются Месяца А иногда и годы Для того Чтобы восстановить Своё женское здоровье Поэтому будьте Пожалуйста С этим аккуратны Если вы придержитесь Каких-то таких Знаете Кардинальных диет То я однозначно Конечно Это не рекомендую Хотела вам Немного рассказать О наших планах На ноябрь В общем Мы с мужем Когда были на Бали За одним из ужинов Просто одновременно Мы приняли решение Лететь в Гонконг И летим мы в Гонконг Не как туристы А в первую очередь Как люди Обладающие Определенной целью Летим мы На косметическую выставку Космопров Если вы смотрели Мои влоги Пару лет назад Скорее всего Видели наш европейский трип И в завершении Этого европейского трипа Мы полетели в Италию И посетили выставку В Болоне Самую большую в мире Космопров Которая ежегодно Проходит именно в Болоне В марте Мы тогда Приехали туда Просто для того Чтобы вообще Познакомиться Скажем С этой индустрией Изнутри Выставка Космопров Если что Это самая большая Косметическая выставка Куда приезжают Не только бренды Но и также Фабрики Производства Какие-то заводы Заводы по производству Упаковок Заводы по производству Сырья В общем Там есть все Для того чтобы создать Свой бренд От А до Я Мы тогда туда приехали Посмотрели Вдохновились Поняли вообще Какие это масштабы Какой это огромный труд И уехали думать Так скажем Сейчас Когда мы были на Бали Я все-таки Знаете верю В то что Бали Это правда наше место Потому что Во-первых Там всегда приходят Какие-то самые классные идеи И какое-то знаете Озарение Мы подумали Мы подумали что Почему бы нам Не съездить в этом году На такой же Космопроф Только в Гонконге Все-таки сейчас Работа с Китаем Это более доступный Вариант работы Это очень перспективный Вариант работы Это очень большой рынок Это очень большие возможности И мы решили Что мы бы хотели Съездить В Гонконг На эту выставку Для того чтобы Возможно С кем-то поближе Познакомиться Найти классные Возможно Контакты В общем Пока не говорю вам Ни о чем Так скажем Толково Потому что Нечего на самом деле Пока рассказывать Но Есть определенные мечты Есть определенные цели И я думаю Что это будет Такой знаете Шаг Навстречу Как раз таки Нашим большим планам Которые надеюсь Обязательно осуществлятся Гонконг Кстати Это был один из тех городов Который Мне очень хотелось посетить Именно в Юго-Восточной Азии Из таких вот мегаполисов Мы были в Бангкоке Мы были в Куалумпуре Мы были в Сингапуре И я всегда думала о том Что было бы здорово Слетать в Гонконг Но как-то вот не было Так скажем Удобных каких-то билетов Чтобы сделать там пересадку Или не было Какой-то цели Поехать именно в Китай В Гонконг А тут Мы Когда узнали Что выставка будет проходить В Гонконге Мы подумали Здорово Заодно еще и Гонконг посмотрим Поэтому взяли билеты С запасом Буквально на два дня Побольше Чтобы мы там побыли А Гонконг Кстати Это такая зона Куда не нужна Китайская виза Что очень удобно Потому что Изначально мы подумали Что наверное Надо будет делать визу Потом прогуглили И поняли Что Гонконг Это зона безвизовая И начали смотреть билеты Я нашла классные билеты Из Екатеринбурга Через Пекин Но Дело в том Что в Пекине Ты прилетаешь в один аэропорт Тебе дальше нужно Сменить аэропорт Чтобы улететь в Гонконг С другого аэропорта И для этого Нужна транзитная виза И какой-то Понимаете Четкой информации По транзитной визе По тому Как ее получить Сколько времени это занимает Во время пересадки Я нигде не нашла И я нашла только статьи На каких-то форумах О том Что это все может затянуться Очень долго Надолго И вы можете опоздать На ваш самолет И я подумала Боже Как сложно Почему Почему так сложно И поэтому мы приняли решение Лететь через Дубай Чтобы не лететь через Пекин Не получать эту транзитную визу И в общем Просто из Дубая Сразу прилетим уже в Гонконг Вот Такие новости Поэтому в ноябре У нас будет такой Недельный трип Очень интересный И если у вас есть Рекомендации по Гонконгу Что посмотреть Где поесть Где выпить вкусный кофе Где попробовать Какую-нибудь Аутентичную китайскую еду Возможно Какие-то рестораны С мишленскими звездами Пожалуйста Пишите мне в комментариях Потому что Это направление для нас Абсолютно новое Очень интересное И я конечно же Оттуда буду снимать Также влог Надеюсь Что он получится интересным И ваши рекомендации Как раз таки Эти места Покажу Обязательно В этом видео В общем Вот такие вот планы Вот такие вот новости Которыми я решила Поделиться Здесь Только с вами Со зрителями Своего ютуб-канала Вот этого вот Формата День со мной Я уже говорила В начале ролика Что это такой формат Который нас очень С вами сильно сближает И мне кажется Что эти видео Смотрят какие-то Мои особенные подписчики По крайней мере Читая комментарии Под этим видео Я всегда расплываюсь В улыбках И если знаете Для меня Публикация Видена на ютуб Несмотря на то Что я веду Вас 2016 года Это каждый раз Некий стресс Потому что Ты открываешься людям Ты Как-то Впускаешь их В свою жизнь И не важно Статично это ролик Где ты сидишь Красишься И делаешь макияж Или это какой-то влог Ну влоги конечно Они более близкие Но это всегда стресс Потому что Когда ты читаешь Какой-то негативный комментарий Так или иначе Конечно же Он тебя может задеть Но опять-таки Смотря какого характера Этот комментарий Потому что Если это просто Какие-то оскорбления То ты даже не замечаешь Просто нажимаешь Блокировать и все То есть у меня здесь Разговор короткий Под видео День со мной Всегда Очень много любви Очень много тепла И вы знаете Это такой Голоток Наверное Мотивации Очень важный Для меня В плане Ютуба Потому что Все-таки Это такая социальная сеть Она очень сильно Как мне кажется Отличается от других Потому что Здесь у нас Контакт со зрителем На протяжении целого видео Это иногда 30 минут Иногда 40 минут Иногда час Иногда больше Если человек Смотрит тебя Такое количество Времени Значит он Как-то Тобой Проникается Он Тобой Интересуется А в других Социальных сетях Все-таки Нет возможности На протяжении Такого количества Времени Как-то Общаться Со зрителем И поэтому Иногда Когда ты Не получаешь Какой-то Определенной Отдачи У тебя пропадает Мотивация Ты думаешь Зачем мне это Вообще надо Столько сил Вкладывать Все это Монтировать Оформлять Так долго Так много людей Усилия прикладывают К созданию Этого контента Но потом Когда я захожу В комментарии Под роликами День со мной Понимаю Что это все Не зря И я хочу Подблагодарить вас Что вы выражаете Свою поддержку Мне это очень приятно Мне это очень ценно Я считаю Что у меня просто Замечательная Добрейшая Невероятно Открытая аудитория По крайней мере Всегда Когда я Встречаю вас На своих живых встречах Я всегда Благодарю Просто Вселенную Бога За то Что меня окружают Вот такие люди Меня смотрят Такие люди Это очень-очень приятно И это очень-очень ценно Так что спасибо вам большое Мои дорогие зрители Я вас очень ценю И очень люблю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok